Всех вас на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Сегодня предметом нашей дискуссии будут проблемы энергосбережения стран в Центральной Азии. Последние годы мы с вами являемся свидетелями того, что в наших странах не стало хватать электроэнергии. И летом, особенно в зимнее время, это становится острой проблемой. Жители жалуются на то, что государственные энергоструктуры не могут обеспечить их электроэнергией, а энергетические службы жалуются на рост потребления населением и ищут новые источники энергообеспечения для своих стран. И это приводит к множеству других проблем, в том числе к ухудшению экологии. Давайте поговорим о том, какими видятся основные проблемы в странах Центральной Азии нашим экспертам. Насколько хорошо граждане Центральной Азии проинформированы о проблемах энергосбережения, как научить жителей наших стран экономить энергию. Поговорим о мерах, которые предпринимаются в наших странах со стороны государственных служб, со стороны частных лиц, простых граждан. И о том, что можно и нужно сделать в первую очередь, чтобы снизить нагрузку на энергосистемы наших государств и научиться экономить энергию, не вредя при этом природе. Обо всем этом сегодня мы будем говорить с нашими уважаемыми экспертами, специалистами, экологами из четырех стран Центральной Азии, которых я вам сейчас с удовольствием представлю. Из Казахстана с нами Дмитрий Калмыков, директор по развитию общественного объединения «Карагандинский областной экологический музей». Я хочу обратить ваше внимание на то, что эко-музей, который возглавляет Дмитрий Калмыков, является единственным в мире музеем, целиком посвященным экологическим проблемам, и они делают многое для более экологичной жизни в Казахстане. Из Кыргызстана с нами сегодня на связи инженер-энергетик Женебек Клумбетов, специалист энергоэффективности. Он работает в программе фонда финансирования устойчивой энергии Кыргызстана. Эксперт и консультант Unison Group – это альянс организаций с 2002 года в Кыргызстане, работающих в области устойчивой окружающей среды и энергетики на уровне законодательства, аналитической работы, практической деятельности в национальном и региональном масштабах. Из Таджикистана с нами на связи сегодня Наталья Идрисова. Экоактивистка, тренер-консультант по вопросам экологического образования, энергоэффективности, изменения климата и молодежных экологических движений. Консультант по чистому транспорту в АБР, выпускница международного курса по изменению климата лесной службы США с более чем десятилетним опытом работы в сфере охраны окружающей среды. Консультантка по зеленой энергетике. В 2023 году Наталья вошла в список 100 вдохновляющих женщин по версии BBC. Из Узбекистана с нами сегодня эколог, профессор Наргиз Косимова, экоактивистка, доктор филологических наук, руководитель общественного объединения «Эколог» и основательница сайта «Эколог Уз». Добро пожаловать, уважаемые эксперты. Спасибо. Спасибо, что нашли время и присоединились к нашей дискуссии. Давайте поговорим о текущей ситуации. В условиях глобального изменения климата наши страны сталкиваются с большими проблемами. От нехватки воды до нехватки электроэнергии, разрушения экосистем и так далее. За последние годы мы наблюдали несколько крупнейших аварий в энергосистемах, в том числе масштабных, общих странах Центральной Азии, в самые холодные дни или, наоборот, в самые жаркие периоды, когда нужна энергия, электроэнергия, а его нет, жители оставались без обогрева или без охлаждения. Как обстоят дела в области энергосбережения в наших странах? Насколько хорошо работают системы? Как обстоят дела с инфраструктурой, энергосбережением? Эффективностью? Насколько хорошо используются возобновляемые источники энергии? И если не слишком хорошо, то что мешает? Насколько граждане Центральной Азии информированы о проблемах энергосбережения? И как люди ведут себя? Научны они? Беречь или нет? Давайте обо всем об этом поговорим. И первый у нас по алфавиту Казахстан. Поэтому, Дмитрий, вам слово. Пожалуйста, расскажите о ситуации в Казахстане. Спасибо большое. Меня слышно? Проблема, но, наверное, как и у уважаемых соседей, проблема в том, что они вкладывали деньги в содержание, модернизацию этих генерирующих мощностей. Поэтому они все немножко уставшие уже сильно. Немножко лучше обстоит дело с энергосетями. Им уделяли достаточное внимание, реконструировали, модернизировали, добавляли. Но Казахстан из-за размеров и вот такого исторического наследия до сих пор не имеет единой энергосистемы. У нас центральная, южная, северная часть соединены, а западная часть не присоединена к ним. Это тоже проблема для энергетической безопасности, стабильности и внедрения возобновляемых источников энергии тоже. Почти 70% всей генерации у нас это сжигание угля, что, естественно, вызывает страшные экологические проблемы, зависимость, огромные выбросы парниковых газов. Казахстан входит по разным рейтингам в пятерку или в десятку самых грязных стран мира. Если разделить все наши выбросы на всех нас, то получится примерно 14-15 тонн на человека в год. В наиболее чистых странах, там в сотнях килограммах измеряются эти выбросы. И, соответственно, наш ВВП, оказывается, наш валовый продукт очень грязный, потому что если сравнить весь Казахстан и какую-нибудь европейскую страну, например, Германию, то мы на каждый заработанный нами доллар выбрасываем парниковых газов примерно в 3-4-5 раз больше, чем в Европе. А если взять такой регион, как тот, в котором я живу, Карагандинская область, есть, похоже, Павлодарская, очень индустриальные районы и угледобывающие, у нас выбросы будут больше, чем в Германии на каждый заработанный доллар или евро в 20-30 раз. То есть мы страдаем от изменений климата, но мы и активно его портим. Государство уже многие годы дает у нас направление для развития экономики, которое должно снизить вот эту нашу неблагоприятную роль и в воздействии на климат, и в загрязнении. Приняты законы о развитии возобновляемой энергетики и о энергосбережении отдельные законы. И они создали, в общем-то, благоприятную среду, особенно последние годы. Например, возобновляемая энергетика у нас прямо взрывной рост. Если 10 лет назад она была около 1-2%, это были старые советские гидроэлектростанции, то теперь, по разным оценкам, уже 8-9% у нас возобновляемой энергетики. То есть ветровая и солнечная чуть ли не удваиваются каждый год. И мы это видим. Вчера я ехал в Астану на электричке и увидел, что строится самый мощный в Казахстане ветропарок с гигантскими турбинами. И из этого возникает теперь другая проблема. Оказывается, наша энергосистема, законодательство, рыночные законы, они вот сейчас не в состоянии принять так много возобновляемой энергии, которую рынок уже предлагает. То есть инвесторы стоят в очереди и говорят, мы и это хотим построить, и это, и это, и это. А у энергосистем и у механизмов покупки такой энергии, балансировки мощности. Балансировка – это когда вдруг ветра нет, а электричество все равно надо на завод подавать. Поэтому нужны какие-то запасные балансировочные мощности или покупать у соседей. Вот, кстати, очень хотят все энергетики Казахстана торговать с соседями по Центральной Азии излишками электричества, покупать у вас излишки, но пока от этого еще не существует такого рынка. Ну, в общем, заключая, можно сказать, что энергетика проблемная, угольная, грязная. В нее добавляется сейчас возобновляемая. Угольная от этого очищения не становится, пока энергии становится больше. Впереди у нас неизбежная модернизация угольных станций. Они старые, многие из них, что называется, вот умрут. Поэтому правительство сейчас рассматривает проекты строительства новых взамен старых, уставших. Одновременно Казахстан говорит, что снизит выбросы парниковых газов. Вот это тоже пока плохо сочетаются, эти две идеи. Мы и в уголь вкладываемся, и говорим, что снизим выбросы. Тут вот не очень понятно, не очень четкая политика. И международное сообщество уже тоже видит, что Казахстан обещает снизить, но по факту у нас растут выбросы. И будут расти еще 10 лет, как минимум. Потому что то, что сейчас уже начато вложение в энергетику, они дадут дополнительные, не только в энергетику, в металлургию, они дадут дополнительные выбросы. С энергосбережением дела у нас обстоят хорошо, я бы сказал. Ну, в общем-то, как и у соседей тоже. Я имею в виду, не все безупречно и гладко, но нужно смотреть во времени, как это изменяется. Я вот посмотрел графики изменения энергоемкости нашего валового продукта и вашего, дорогие соседи, и оказалось, что почти все из нас во все это постсоветское время снижает количество энергии, которую мы тратим, чтобы заработать свою трудовую копейку. Причем значительно. Из всех центрально-азиатских стран только Туркмения почему-то идет наоборот. Там энергоемкость растет. Ну, к сожалению, информации о Туркмении мало. Я не знаю, какие причины, но у них прямо график вот так вот идет вверх, а у нас у всех с вами идет вниз. Но, конечно, я думаю, что рыночная экономика прежде всего повлияла, то есть рост цен на энергоресурсы. Ну, и мы не можем защититься от позитивного влияния окружающего мира. Электричество, например, для освещения. Теперь мы все пользуемся энергоэффективными лампами. Они помогают это сберечь в том числе. Ну, в общем, энергоемкость у нас падает. Конечно, нам есть куда стремиться. По-прежнему все центрально-азиатские страны тратят электричество больше, чем в среднем по миру. А если сравнивать с Европой, то в два, в три, в четыре раза больше мы тратим на каждый заработанный нами доллар. То есть есть еще куда приложиться. Ну, вот, наверное, если кратко в течение пяти минут делать обзор, то вот так у нас в Казахстане. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Очень интересные вещи вы рассказываете. Да, есть куда стремиться. Ну, и вот то, что вы говорите о том, что мы тратим меньше, чем в советское время, да, вы сказали, кажется? Да, сейчас энергоемкость лавового продукта во всех центрально-азиатских странах меньше. Туркмения вот стремительно наращивает. Они уже почти приблизились к советскому. Да, то есть Советский Союз тратил энергию очень расточительно. Спасибо большое. Давайте послушаем Дженебека, как обстоят дела в Кыргызстане. Пожалуйста, Дженебек, к вам слово. Добрый день. Очень приятно, что вы пригласили. Интересная информация, Дмитрий. У нас в Кыргызстане примерно такая же картина. Система энергетическая, как в союзное время была, генерация примерно на том же уровне осталась. Начали наращивать за последнее время. Если обращать на уровень национальный, то получается очень много у нас тоже законов, которые регулируют это направление. Законы об энергетике. У нас есть закон об энергоэффективности зданий, который регулирует энергоэффективность в зданиях. Есть нормы. Мы эту норму приняли согласно Декларации Европы. Поэтому есть в новых зданиях, есть требования строить здания класса энергоэффективности минимум B. для нового здания это, может быть, хорошее направление дает, чтобы не увеличивать объем потребления энергии. А в целом энергии, как и в соседних странах, у нас тоже не хватает. Генерации недостаточно, потому что мы это особенно наблюдаем в зимний период. Потому что в этот период у нас в основном на отоплении тратится энергия. Поэтому этого не хватает. Поэтому на уровне, на национальном уровне, на законодательном уровне в этом направлении ведутся очень много работ. Закон принят о возобновляемых источниках энергии. В последнее время в этом направлении много было изменений введено, и даже у нас принято закон позволяет использовать возобновляемый источник энергии и одновременно заработать. То есть это тоже дополнительно возможно для увеличения генерации. На уровне государства, конечно, идут, привлекаются инвестиции и новые генерации. Возможности для этих реализуются. Несколько малых ГЕСов построено, но пока этой мощности не хватает. Новые направления, как возобновляемый источник энергии. Возможно, в соседних странах на каком-то уровне улучшения ГЕС у нас только начинается, можно сказать, по солнечным станциям. У нас запланировано несколько станций, которые только начинают делать. А сейчас на порядке в небольшом объеме до 100 кВт, до 80, до 50. Здесь и малый, средний бизнес, частные дома уже начали это реализовать. По сравнению с предыдущими годами, за последние годы в этом направлении есть некоторые положительные сдвиги, можно сказать. А в целом энергосистема, наверное, такая же картина, как и в соседних странах. Мощность, во-первых, не хватает, поэтому в прошлом году у нас была принята чрезвычайная ситуация в этом направлении для того, чтобы регулировать, и электроэнергии хватало, и достаточно было период. И поскольку в связи с изменением климата маловоден, у нас происходит зимний период уменьшения генерации энергии, поэтому мы вынуждены покупать электроэнергию в соседних странах. В целом картина по энергоемкости у нас, наверное, пока энергоемкость большая, можно сказать, потому что большая часть энергии у нас тратится во многих отраслях, особенно в рамках зданий. Больше 50% энергоресурсов тратится там, и особенно жилые дома, здания, около 70%, где-то 16% многоэтажные дома, и где-то 13%, наверное, общественные здания, их около 10 тысяч у нас. А зданий жилищных у нас в целом вообще зданий по Кыргызстану более трех миллионов из них, больше миллиона это жилищный сектор, поэтому в этом направлении нам для того, чтобы вот эта тематика, которую вы поднимаете, очень актуальна, она имеет два или три направления. Во-первых, энергоресурсов не хватает, во-вторых, комфорт и в зданиях нужно создавать, и в-третьих, расходы тоже надо уменьшать. Это трем направлениям позволяет возможность энергоэффективности, энергосбежения дает ответ, да. Поэтому и это одновременно забота об экологии, поэтому я думаю, в этом направлении мы должны еще вести работу. Закон об энергоэффективности, который у нас принят в 2011 году, она совершенствуется в законодательном уровне, сейчас нормативно-правовые акты приняты, и все здания новые, они должны обязательно отвечать, как я говорил, минимум классу Б. Это означает, это уже меньшее потребление энергии, да. Постепенно мы должны остальные здания тоже переводить к этому режиму, чтобы меньше потреблялась энергия. То есть это один путь, одно решение, это увеличение генерации. У нас генерируется энергия в год где-то, в лучших случаях было 14 миллиардов, сейчас где-то 12-13. В районе 2-3 миллиардов киловатт мы покупаем, поэтому вот эти меры, которые в последнее время принимаются, она одновременно будет решать эти вопросы. По поводу выброса углекислого газа, да, у нас энергетика в этом положении в лучшем состоянии, потому что больше 96% мы получаем от ГЭСов, от течения РЕ, которые у нас имеются. У нас два ТЭЦа, это ВАШЕ, Бишкеки, на угле работают, но в последнее время есть программы, стратегические планы, переводить их на газ и на менее углеродовыбрасывающие виды получения энергогенерации, да. У нас есть очень много других потенциалов, это ветрогенерация, парки у нас только начали строиться, у нас один парк в Кочковском районе на Иссыкуле запланирован, и она проходит определенный этап, и думаем, мы в ближайшее время на это построим. Но это, наверное, в этом плане мы только начинаем первые сдвиги и будем обязательно опираться на опыт Казахстана. А в целом в этом направлении у нас есть и на международном уровне проводится в этом направлении очень много мероприятий. В 2018 году принята концепция зеленой экономики. Недавно мы провели форум по зеленой экономике, если вы заметили, мы на последних международных саммитах, мероприятиях выдвигаем все время, когда оригинальные мероприятия обязательно выдвигаем, энергоресурсы сбережения по работе по направлениям изменения климата, уже инициативы. Ну, это, наверное, перспективные наши планы. В ближайшее время, вот это, наверное, углеродная нейтральность, которую мы запланировали в 50-м году, но в этом направлении мы должны тоже вести работу, потому что пока только начинаем работать в этом направлении. Спасибо большое. Вы уже ответили и на второй вопрос, второго блока. Спасибо. Да, ничего, очень интересно, потому что на самом деле вот по поводу энергосбережения, мы, знаете, с вами все привыкли во время, наверное, Советского Союза и вообще вот эта вся индустриализация, она привела к тому, что люди привыкли жить и не экономить ни на чем. Вот поэтому, наверное, вот такая ситуация сейчас происходит. А как вот людей перевоспитывать и переучать? Ну, об этом мы поговорим чуть позже. Наташа, пожалуйста, вам слово. Расскажите о том, что происходит в Таджикистане и какова ситуация там. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Спасибо вам большое за приглашение. Очень рада присутствовать на такой экспертной встрече. Ну, вопросов было, конечно, задано много. Начну, наверное, с самого глобального. У нас, конечно, очень много общего между нашими центрально-азиатскими странами. Однако наша страна, Таджикистан, она все-таки имеет свои определенные особенности, да. То есть наша страна, она менее индустриализирована, нежели чем Казахстан или Тургызстан. Мы до сих пор еще более аграрная страна. У нас страна горная. И весь наш энергобаланс, это почти 97%, от всей производимой электроэнергии, он производится на крупных или средних гидроэлектростанциях. И очень долго ставится основной, конечно, аспект на развитие гидропроизводства. И, к сожалению, у нас очень недооцененная остается область возобновляемых источников энергии. Около 300 солнечных дней в году, но мы до сих пор абсолютно ее не используем. У нас менее 1% энергобаланса занимает производство электроэнергии от возобновляемых источников энергии. К сожалению, только вот первая буквально солнечная станция мощностью 200 кВт была построена в 2020 году. Она была построена в Мургабе, на Памире, за счет иностранных инвестиций. Сейчас очень много делается, конечно, для привлечения новых инвестиций именно в ВИЭ, не за счет водных ресурсов. И у нас тоже есть ряд определенных законов, которые отражают и возобновляемую энергетику, и энергоэффективность. И у нас также принята стратегия по зеленой экономике до 2037 года, где у нас там прописаны цифры 10-10-10, то есть это увеличить долю производства электроэнергии до 10% за счет возобновляемой энергии, но не учитывая водные ресурсы. Значит, увеличить экспорт электроэнергии до 10 миллиардов кВт-час в год, значит, увеличить энергопотенциал всей страны до 10 тысяч мегаватт. Прописаны вот эти вот основные этапы планирования, как мы собираемся повышать долю и рост электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. Однако на практике мы видим, что это идет очень-очень медленными темпами, ветроэнергетики у нас вообще не представлено, но зато у нас идет большой прирост наращивания добычи нашего внутреннего угля. У нас запасы угля очень большие, 4,2 триллиона тонн. У нас залежи, абсолютно разнообразный уголь любых видов. Поэтому часть государственной политики, которая, к сожалению, не противоречит к Парижскому соглашению, нашим договоренностям, амбициям на международном уровне, это невыгодное наращивание угля и строительство новых и новых заводов, которые работают именно на нашем местном угле. Мы знаем, что у нас есть несколько ТЭЦ. Вот как раз наша ТЭЦ, которая находится в черте столицы, Душанбе, она также работает на угле. Нам ее, конечно же, построили наши китайские партнеры. И также вкладывают инвестиции в новые заводы, которые будут дальше сжигать уголь. Что, конечно же, очень плохо, потому что наша страна, в принципе, по сравнению с другими центрально-азиатскими странами, выбрасывает немного. Наименее у нас выбросы по сравнению с нашими странами-соседями. Однако уязвимость очень большая, потому что у нас сосредоточено наибольшее количество ледников. И так как у нас горный рельеф, у нас очень много стихийных бедствий по этому поводу. Но это вот что касается энергобаланса, прироста именно за счет ВИЭ. Однако энергоэффективность – это, конечно же, и потенциал к сохранению, сбережению электроэнергии и вообще других природных ресурсов, будь то водные ресурсы. Это также касается оптимизации транспортной системы, это касается закупок, государственных закупок, это касается управления отходами, это касается вообще всех планов по развитию зеленой экономики. И также очень многие амбиции прописаны у нас в определяемом на национальном уровне вкладе. То есть это наш основной документ согласно Парижскому соглашению, где у нас прописаны четко все планы в цифрах, где мы будем снижать, где мы будем заниматься энергоэффективностью. И, конечно, вот как коллеги уже упоминали, огромное количество выбросов энергопотерей у нас происходит на уровне зданий, ЖКХ, то есть самое большее количество выбросов приходится на производство электроэнергии и тепла. То есть мы с вами все являемся первыми потребителями этого, значит, мы можем сокращать потребление в наших домохозяйствах, в офисах, зданиях. То есть, конечно, промышленность – это огромный сектор, о нем надо говорить на государственном уровне, но также и очень сильно недооцененным является энергоэффективность на бытовом уровне. И у нас, к сожалению, вы правильно указали, что население категорически, по-моему, забыло, что значит экономить, что значит вообще оптимизировать свою жизнь. Начинать можно даже, в принципе, со школ. Есть очень хорошие примеры, зеленые школы, где оптимизация идет и закупок, и питание, и транспорт, и управление отходами, и какие-то определенные модели, где, например, ребятам показывают, как утеплять свой класс, какие есть определенные новые технологии, какие есть технологии в области энергоэффективного освещения. То есть население обучать все равно нужно, и это категорически такая область, где осведомленность очень низкая, и, к сожалению, мы могли бы даже на этом уровне принимать совершенно другие решения. Мы на самом деле могли бы действительно изменить ситуацию, начиная даже, вот я говорю, с учебных заведений, со школ, с садиков, с университетов, где, в принципе, ребята могли бы на практике с чем-то познакомиться, вот, также внести свой вклад и лепту в область энергосбережения. То есть об этом тоже не надо забывать, потому что население у нас, ну, крайне, не хватает вот этой информации, но, к сожалению, об этом очень мало пишут, очень мало говорят об этом, и цифры цифрами, но практика всегда должна быть, да, теория не отделена, поэтому, когда мы говорим о проблемах, мы должны говорить, да, как эти проблемы решить. Да, мы будем... Очень, к сожалению, у нас не... ...об этом говорить в следующем блоке, в третьем, при рекомендации. Да, 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 да. Хорошо, хорошо. Тогда я завершаю свой блок про Таджикистан. Спасибо, Наташа. Спасибо, да. Согласна. Очень много проблем, и, конечно же, наверное, есть решение. Давайте сейчас мы... Я попрошу Наргиз Класимову рассказать, в том, какова ситуация в Узбекистане, и какие там проблемы. Пожалуйста, Наташа. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Спасибо за предоставленное слово. К сожалению, вопрос энергообеспечения, энергосбережения, как и в других странах Центральной Азии, в Узбекистане тоже стоит очень остро, и имеет... И в этом плане существует ряд актуальных проблем. Узбекистан на 85%, где-то на 85% энергии производится из природного газа, нефти и угля, и это создает зависимость от невозобновляемых источников энергии и делает экономику уязвимой колебанием цен на сырье. К сожалению, сети электроснабжения и газораспределения во многих регионах устарели, что приводит к потерям энергии, авариям и снижению эффективности. Вот сейчас уже немножко похолодало, на носу как бы зима, да, и этот вопрос будет ещё более актуальным, потому что очень часто в регионах бывают перебои с электроэнергией. Ещё одна проблема в том, что уровень энергоёмкости экономики Узбекистана выше, чем большинство развитых стран, и это связано с низкой энергоэффективностью промышленных предприятий, которые используют устаревшие технологии. Несмотря на высокий потенциал солнечной и ветровой энергии, доля возобновляемых источников энергии в общей структуре энергобаланса всё равно остаётся низкой. Хотя у нас, если вот так посмотреть, если в году 366 дней, да, то 300 дней — это уже солнечные дни, и можно было очень эффективно использовать этот ценный природный ресурс. И вот это развитие вот устаревших технологий сдерживает из-за… возобновляемые источники энергии сдерживаются из-за высоких начальных инвестиций и отсутствия достаточной инфраструктуры. Кроме этого, у населения предприятий недостаточной мотивации к экономии энергии. Например, очень мало распространены энергоэффективные технологии и оборудование. Сейчас у нас идёт… Сейчас везде, например, везде с указом, с постановлением президента, сейчас везде налаживается установка энергопанелей, фотопанелей, солнечных панелей, но, к сожалению, здесь тоже есть свои нюансы. К сожалению, они немножко дорогие, чем доход населения. И, к сожалению, у населения нет такой достаточной мотивации, достаточной экологических знаний, чтобы как бы вложиться в это дело. И недостаточно развитые экономические инструменты, поощряющие энергосбережения, такие как налоговые льготы для предприятий, использующих энергоэффективных технологий или субсидий. И в чём может быть решение? Например, сейчас, конечно, в этом плане очень много делается государством. Здесь плюс и международные организации вкладываются в это дело. Например, в прошлом году в Прон мы проводили тренинги для населения, для фермеров по энергоэффективности. И плюс очень многие банки, где-то 4 банка начали предоставлять льготы для покупки солнечных панелей. Там даже учитывался гендерный баланс, баланса женщинам, там намного больше было льгот, где-то на 37% скидка на энергоэфф солнечные панели, а мужчинам чуть дороже. То есть даже гендерный баланс был учтён, но потом, когда я промониторила вот эти действия, всё равно у населения практически нет мотивации покупать вот эти солнечные панели. Поэтому надо всё-таки повышать осведомлённость населения о важности энергосбережения и, естественно, реализовать программы по обновлению энергетической инфраструктуры, внедрять энергоэффективных технологий, в основном промышленность. Потому что промышленность, чем в бытовом секторе, они больше используют электроэнергию. И хотелось бы ещё сказать, что Узбекистан, как я уже сказала, Узбекистан занимает одно из ведущих мест по уровню энергоёмкости экономики среди стран Центральной Азии. И для производства единиц ВПП требуется значительно больше энергии, чем в развитых странах. Это объясняется низким уровнем автоматизации и модернизации производственных процессов. Но что радует, то, что правительство запустило сейчас проекты по обновлению промышленной инфраструктуры, включая модернизацию энергетической системы. И к 2030 году у нас принята зелёная стратегия до 2030 года, и планируется снижение энергоёмкости ВПП на 50%. Кроме этого, сейчас уже развиваются проекты солнечных и ветровых электростанций. Например, запущены проекты уже в Новоисской области, Бухарковской области. Вот я недавно ездила, даже сами промышленные предприятия, они создают свои солнечные панели. То есть вот недавно было в КНАУФ, в большом заводе КНАУФ, где они выпускают строительные материалы, в основном гипс, гипсокартоны и другие строительные материалы. Они построили на двух гектарах земли солнечную электростанцию. И плюс, как они заверили, что вот то, что останется, оставшую часть, они будут продавать как бы электроэнергию населению намного дешевле, чем государство. Вот, ну, коротко. Спасибо, Наргиз. Тут у нас второй блок плавно перетекал к вам. Вы рассказали о том, что делается, что предпринимается в наших странах со стороны государственных служб, со стороны частных лиц, простых граждан, чтобы сберегать энергию. Ну, вот вы начали рассказывать, я говорю же, вот и Джанебек, он тоже сказал, что принимаются стандарты для того, чтобы принимали новое жилье и так далее. Правильно ли строятся дома? Ну и все сопутствующие системы, чтобы не расходовать лишнюю энергию. Может, вы... У вас есть еще что сказать? Какие меры принимаются? Обучаются ли граждане? Или они сами принимают какие-то меры, чтобы строить свои правильно дома? Или как-то сберегать энергию? Как обходятся они зимой? Потому что проблем ведь много все равно. Вот у нас в Таджикистане, наверное, Наталья расскажет нам. У нас вообще-то люди к зиме очень хорошо готовятся. Ну, опять же, уголь закупается. Ну, Наташа больше знает. Пожалуйста, расскажите еще вам пять минут. Мне? Я? Да. Давайте я расскажу. Ну, поведение населения в области энергоиспережения. Если рассказать о поведении населения в области энергоиспережения, то есть у нас все-таки не хватает таких, как небольших эколого-просветительских проектов. Почему? Потому что как бы население привыкло жить по старинке из-за того, что много солнечных дней, да, много тепловых дней, население не так-то задумывается, что нагрянет зима, и может быть такие лютые холода. У нас это за позапрошлом году, такое у нас назвали аномальным кризисом, да, температура достигла до минус 20, до минус 17. Естественно, это несвойственному Узбекистану холод, тот всех привел в шок, и к этому не готовы были и госорганы. Были абсолютные перебои с теплоэнергией, были перебои с отоплением, потому что что-то разорвало, не выдержало холод. Но таких аномальных холодов, естественно, у нас не каждый год бывает, и синоптики сейчас как бы прогнозируют теплую зиму, и сейчас вот в Узбекистане где-то 15 градусов тепла. Это в основном для нас холодно, а для других это очень тепло, да. Но, к сожалению, вот у большинства граждан ограничены знания о важности энергозабережения, ее влияние на экономику и экологию, да. И как отапливаются дома? Отапливаются дома, то есть это в основном центральное отопление, в многоэтажных домах, в городах, да. Сейчас вот из-за того, что идет бум строительства, да. То есть в каждом квартале, в маленьком квартале устанавливаются свои какие-то тепловые котельни, отапливаются. А вот в кишлаках в основном отапливаются привозными газами. Привозными газами, дровами и плюс какими-то другими биоматериалами. А вот в основном насчет строительства энергозаберегающих домов, об этом не раз говорилось. Проводились конференции. Я вот слышала, что уже постепенно-постепенно даже вот эти строители обращают внимание на утепление домов. Но несмотря на то, что какой строительный материал ты применим, да, насколько ты утепляешь дома, если не будет повышена осведомленность населения об энергоэффективности, да, то это как бы без толку, да. Потому что я вижу, если дома хорошо отапливаются, если человеку жарко, он просто открывает окно, да, он не задумывается, что из-за этого электричества, например, есть выбросы, что загрязняется воздух и так далее. Вот здесь в основном реализуются образовательные программы, например, в школах на предприятиях, но они охватывают лишь вот ограниченную часть населения, да, такого целенаправленной программы повышения осведомленности пока, к сожалению, нет. И хотелось бы еще обратить на внимание то, что набирает сейчас популярность LED-лампы, как и везде, теплоизационные материалы, бытовая техника класса А+. Мы сами тоже проводим, вот когда образовательно какие-то тренинги проводим, обязательно об этом говорим, и в ряде частных домов и фермерских хозяйств устанавливаются солнечные панели и гелиосистемы для подогрева воды. И вот в некоторых регионах, особенно Ферганской области, граждане начали внедрять повседневные привычки по экономии энергии, например, отключение лишних электроприборов. Электроприборов — это тоже как бы итог вот эти образовательные деятельности. Но вот эта доступность энергоэффективных технологий, к сожалению, пока ограничена, особенно в сельской местности, и надо, мне кажется, все-таки разрушать стереотипы, потому что некоторые люди не видят связи между экономией энергии и личным вкладом в устойчивое развитие, да, в изменении климата. То, что неэкономия, оно влияет на… Из-за использования ископаемых топливов, оно влияет на изменение климата. То есть вот эти связи очень многие люди не видят, и вот это стереотипное отношение надо, мне кажется, менять. Спасибо большое, Норгейс. Когда мы начали, и вы начали рассказывать, я вспомнила один момент. Вот, например, пример из личной, из моей личной жизни. Моя дочь живет в Швейцарии, это очень дорогая страна, вы знаете. И вот у них дом, он, понимаете, он какой-то… Он зеленый, с берегающими энергией, он вообще-то по зеленой экономике построен, он полностью сам себя обеспечивает электроэнергией, и на этих солнечных батареях и подогрев, и вода, и отопление, и все, и они платят гораздо меньше налогов. То есть вот мой вопрос касается того, есть ли в наших странах вот такие вот льготы, какие-то государственные программы, которые бы способствовали тому, чтобы граждане строили вот такие вот технологии с энергосберегающими домами и так далее. Наташа, вам… Это не вопрос, это просто было, да. Да, мое замечание, вот давайте расскажите о том, что делается в Таджикистане, какие программы проводятся и государственными, и негосударственными организациями, пожалуйста. Я буквально еще пару слов добавлю в наши глобальные проблемы. То есть у нас действительно, у нас чем богаты, мы то и добываем. То есть мы богаты природными ресурсами, значит, у нас энергобаланс держится на гидроэлектростанции. Мы богаты своим углем, уголь наращиваем. Вот, к сожалению, мы богаты еще солнечной энергетикой, но это все очень медленно происходит. И я думаю, тут вопрос еще лоббирования, да, со стороны ископаемых компаний, со стороны стран, которые вкладывают эти инвестиции. Но вы правильно заметили, что у нас очень много еще угля сжигается вообще на бытовом уровне в сельской местности. У нас, в принципе, страна не такая урбанизированная, у нас до сих пор больше 70% населения живет еще в сельской местности, да. И мы все знаем, что у нас, в принципе, своего природного газа практически нет, да. И вот мы его начали заново получать в небольших количествах из Узбекистана, но при Каримове, вот, к сожалению, отношения между странами были не очень. И мы вообще были лишены даже отопления в собственных домах, вот, до строительства в столице, значит, ТЭЦ на угле. Вот, но это, к сожалению, ее только снизило перепотребление, значит, на наши старые сети, да, в столице. Однако в других городах мы по-прежнему видим, как, в принципе, дома и вообще наша отрасль, она не готова. То есть у нас перебои до сих пор в столице, что уже говорить про другие крупные города. Да, в сельском населении, сельское население у нас вообще практически очень плохо электрифицировано. Если где-то и есть электричество, да, то там 3-4 часа в сутки, это крайне мало. Что же делается вообще в области зеленого строительства, вообще есть ли программы какие-то? Ну вот, хорошая долгосрочная программа, это, к сожалению, не совсем строительство касается, однако это была долгосрочная программа через крупные финансовые институты, в частности, через Европейский банк реконструкции и развития, ЭКТАП называлась. То есть это программа кредитования в области энергоэффективного оборудования для конкретно скотоводов, фермеров. То есть льготная программа кредитования, где наши бизнесмены, да, люди, которые представляют фермерство и скотоводческую отрасль, они могли взять кредит на определенный срок именно для закупки каких-то определенных форм оборудования, например, капельное рошение или какие-то определенные виды холодильных установок или доильных установок, которые потребляют, соответственно, очень мало энергии. Вот такая программа, она, в принципе, себя неплохо зарекомендовала, она у нас шла несколько лет. С другой стороны, по законодательству у нас, в принципе, прописано, что энергоэффективные технологии, оборудования, они у нас должны быть привезены в страну без таможенных пошлин. Но, к сожалению, даже с этим у нас немножко бардак происходит, то есть невозможно это отследить, правильно рассортировать эти виды оборудования. И получается, что данный закон не совсем исполняется, хотя у нас, в принципе, и в области туризма энергоэффективные технологии освещения и оборудования, оно тоже освобождено по законодательству от таможенных пошлин. Но, к сожалению, в реале это не работает, хотя могли бы быть обеспечены, например, какие-то удаленные домохозяйства, гестхаусы, какие-то вот хостелы за счет вот этой вот программы, но она не соблюдается. Это очень сложно в реализации на практике. Но вот у нас одна организация, Джерес, она занимается, значит, проектированием и строительством абсолютно автономных домов. Да, вот как вы сказали, что полностью домохозяйство, которое обеспечивает себя самостоятельно, то есть ставятся тепловые насосы, ставятся солнечные офф-грид панели, да, делается утепление за счет местных материалов. И вот такая программа есть, но, к сожалению, она очень ограничена. То есть проект можно взять, однако все расходы, да, по закупке материалов и оборудования, они так или иначе все равно ложат на собственника, да, на хозяина. Вот, поэтому у нас, в принципе, рынок очень плохо развит, рынок энергоэффективных технологий. То есть в основном у нас наводнение вот этих вот китайских дешевых некачественных товаров. Конечно, есть китайские товары очень хорошего, да, качества, но даже наши сами поставщики на национальном уровне, они плохо разбираются, поэтому понимают, что население, ну, к сожалению, потребительская корзина у нас не такая высокая, когда население себе, скорее всего, не может, ну, позволить какие-то определенные дорогостоящие оборудования или освещения, и привозят на рынок, в магазины, на наши рынки, да, очень некачественные китайские товары. И вот мы даже для каких-то своих пилотных проектов, когда искали хорошее освещение, чтобы заменить в ряде пилотных школ Душангвэ, мы столкнулись с тем, что даже заказать какое-то хорошее качественно европейское освещение, да, это было очень сложно, то есть его процесс заказа, да, транспортировки и так далее, выходило это все очень дорого, потому что это, ну, как бы на рынке это не представлено, этих компаний нет, транспортировка, вы знаете, и раскоможка у нас тоже отдельные процессы, которые энергозатратные, они не оптимизированы вот для того, чтобы рынок был разнообразен, для того, чтобы рынок был насыщен все-таки качественными товарами. И вот это очень, конечно, такое слабое звено, где государству тоже нужно работать, и с частным сектором в том числе, потому что рынок должен представлять качественные товары, поставщики должны знать, что ввозить, где у них есть, например, послабление таможенной и другие, да, с транспортировкой, работать больше с международными организациями, которые могли бы тоже помочь в области оптимизации законодательства в этой области и реализации этого законодательства, потому что законы-то есть, но вот как они реализовываются, это большой вопрос. То есть, к сожалению, пока на таком государственном уровне строительство зеленых домохозяйств у нас не представлено, это отдельные программы, конечно, наших международных партнеров, к сожалению, и, в принципе, наш строительный рынок, ну, вы сами знаете, да, какие у нас дома строятся, высокоэтажки, это просто катастрофа, то есть вот где нужно хотя бы мониторить соблюдение норм и стандартов, потому что огромное количество расходов потом уходит на отопление, на горячую воду, на кондиционирование вот этих вот некачественных наших новостроек, которыми сейчас Таджикистан просто заполонен. Вот, вот где надо работать. Спасибо большое, Наташа. Да, Джонабек, расскажите, пожалуйста, о том, что предпринимается и что делается в Кыргызстане, как там работают вообще и гоструктуры, и члены, и неправительственные организации. Есть ли у вас такие примеры, где очень эффективно работает энергосбережение? Да, спасибо большое. Я начал говорить по поводу государственных программ. У нас есть программа по энергоэффективности энергосбережения до 28-го года, до этого было до 17-го года, сейчас принят. И есть планы мероприятий, которые запланированы, это одно. В ближайшее время будет принята зеленая таксономия. Это, наверное, тоже в этом отрасли зеленые технологии медведи даст новый толчок, мы ожидаем, да. По поводу льгот и возможностей, о котором вы спрашивали, то у нас в Кыргызстане, например, освобождены от налога энергоэффективные оборудования, которые воздействуют от таможенного налога. Поэтому некоторые изменения ситуации поставки энергоэффективных оборудований для возобновляемых источников энергии, сдвиг у нас есть. И, как я говорил, есть изменения закона об возобновляемых источниках энергии, в рамках которого есть возможность микрогенерации. И это позволяет нам, если мы поставим солнечную станцию, то излишек продавать по 4 сумма 20 тын. Для сравнения, мы покупаем от государства электроэнергию по 70 тын. Если превышаем определенную киловатт-700, то чуть больше 2 сумма. То есть это очень хорошее подспорье, то есть очень хорошая возможность. Такие меры и возможности приняты. Но этого, конечно, мало. Я по поводу энергоэффективности говорил. Закон, который обязывает новые здания. Строительный дом у нас тоже наблюдается. Многоэтажные дома, коммерческий сектор строит новые объекты. И жилые дома строятся. У нас в среднем за год около 10 тысяч зданий строится. И все эти здания должны отвечать классу энергоэффективности B. То есть это уже должны быть энергоэффективные. А для того, чтобы улучшить те здания, которые до этого построены, мы должны принять меры. В этом плане, конечно, информирование. На государственном масштабе приняты стратегии, программы. Вот это то, что я говорил, безуклированные возможности до 50-го года, как мы запланировали. И взяли обязательства международные. Тоже должны исполнить. То есть получается, у нас есть некоторые сдвиги в этом направлении и запланированные мероприятия. Но я хотел бы остановиться на другом. Наша организация, поскольку в этом направлении работает в начале 2000-х годов, поэтому очень много делали в этом направлении. Вот эти законы нормативного права, к этим законам мы принимаем участие в разработке программ, которых я перечислил. Тоже мы стараемся внести свой вклад и улучшить эту ситуацию. Недавно мы внесли изменение закона об энергосбережении. Она как раз в большей части охватывает энергоэффективность, энергосбережение. То есть там есть механизмы, вот эти должны быть в рамках этого закона. Для того, чтобы было понятно, наверное, в рамках энергоэффективности, энергосбережения, в других странах, кроме Кыргызстана, Молдовы, по СНГ, наверное, регулируется закон об энергосбережении. Поэтому мы имеем два закона, в рамках которых мы должны это регулировать. И в рамках нашей практики, я хотел бы тоже остановиться очень хорошо, наши коллеги говорят по поводу Таджикстана. У нас программа АЕБР и РСФ работают с 2013 года. Мы сейчас реализуем третью фазу, в рамках которого мы даем кредиты с грантовой составляющей. До этого было 25-20%. Сейчас мы до 15% в виде гранта возвращаем для частных сторон, для бизнес-структур и коммерческих. Да, при получении инвестирования на энергоресурсоэффективные меры. Это утепление здания, улучшение, приобретение оборудования, которое меньше потребляет энергии, тепловые насосы, солнечные станции, солнечные коллектора. В области туризма мы тоже вели работу. Я по поводу рамках Кирсифата. За две фазы реализовали 3,5 тысяч проектов. Из них около 200 коммерческих или многоэтажных домов. Разные объекты были. И в рамках этого мы уже наблюдаем. Мы достигли около 200 мегаватт электроэнергии, смогли сэкономить в рамках этого проекта. Около 80 тысяч тонн углекислого газа за год мы можем уменьшить в рамках этих проектов. Недавно завершили 4-годовой проект по устойчивому туризму, в рамках которого мы тоже наблюдали. Если раньше не совсем понимали люди энергоэффективность, энергосбережение, я вас за последнее время наблюдаю, уже люди начали понимать. Если только раньше мы говорили по поводу утепления здания, сейчас они уже обращаются в рамках своих обращений, запросов по солнечным станциям, тепловым насосам, по солнечным коллекторам. Это говорит о том, что мы сознание, культура изменилось, и, наверное, частный сектор начал уже свои возможности применять для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Сейчас новые дома, которые строятся даже в селах, уже обязательно с компонентами комплексного утепления применяются. Коммерческие объекты обязательно учитывают энергоэффективность, поскольку бизнес всегда опережает, и они используют современные энергоэффективные возможности. В этом плане, наверное, есть двиг, но мы должны еще не останавливаться на этом, не распространять информацию по всем секторам. Рынок, благодаря таким проектам, как и СЭФ, на последнее время уже начали залазить очень много оборудований энергоэффективных, и, я думаю, в этом плане есть небольшой вздвиг, но отсутствие, нехватка денег – это тоже серьезная проблема, и нуждается стимулирование со стороны государства, зеленое финансирование, нуждается внедрение во всех коммерческих секторах. Если мы работали в рамках МБР несколькими банками, сейчас есть инициатива от других коммерческих банков, которые сами создают продукт, который финансирует вот эти энергоэффективные меры. В этом направлении тоже мы помогаем. Я думаю, ну, это те сдвиги, изменения, которые мы видим, но этого недостаточно. Мы должны еще дальше проводить всеми экспертными, собственными организациями, такими, как наши, и на уровне государства программы должны быть реализованы, и они должны доводиться до каждого объекта. Промышленность тоже нуждается в этих мерах, и в последнее время у нас энергоаудит, внедрение энергоаудита в рамках зданий и дальше распространение объектами коммерческими, промышленными. Это, наверное, будет следующим шагом. В этом направлении ведутся работы. Ну, неплохо. Да, спасибо. Неплохо. О том, что нужно сделать, мы поговорим через... Дмитрий, сколько вы хотите времени? Я вам дам. Я вам дам. Вы расскажите, пожалуйста, о том, что делается в Казахстане. Я вот слышала, что ваш эко-музей очень много делает для... в рамках вот этого вот энергосбережения, и у вас какие-то есть технологии. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Но тут опасно говорить, сколько вы мне дадите времени. Да, мы занимаемся этим так давно, что говорить можно бесконечно погружаясь в детали. Да, вот тогда я сейчас запущу таймер, чтобы не прозевать. Очень широкая тема и такая вот... Как это правильно сказать? Очень трудно нащупать главное, о чем нужно говорить. Очень много у нас опыта. Уже лет 20 мы делаем разные проекты, которые должны помогать сберегать энергию, использовать ее эффективно. И иногда результаты очень неоднозначные. Например, я уже сбился со счета, сколько раз мы находили каких-то иностранных инвесторов или грандодателей и приводили к нашим государственным органам или частным компаниям с предложением вот что-нибудь сэкономить энергию. Утеплить здания, утеплить трубы, освещение поменять, установить тепловые счетчики. И потом, после того, как нас все это выслушивали, эти руководители госорганизации, было видно, что они нас не понимают. Мы им говорили, вы деньги сэкономите. Уже не говорим про природу, но там бюджет сэкономите. И зачем у меня будет меньше денег в бюджете после того, как вы мне поможете. И отказывались от такой помощи. То есть у них нет никакого стимула участвовать. Ни денежного, ни повышения по службе, ничего. К сожалению, вот этот механизм не привязан. И то же самое, мне кажется, и у населения. Образование хорошо, понимание хорошо. Но реальная жизнь, вот это бытие, оно сильнее определяет сознание, чем просто разговоры о главном, о том, что хорошо, о хорошем против плохого. Если условия созданы правильно, даже объяснять никому ничего не надо. Люди сами аж бегом все это реализовывают. Вот мы привели пример Швейцарии, а я вот только вернулся из поездки в Германию, где мы изучали ту же тематику. И вот что оказалось. В Германии этим занимаются уже лет 30. Но, как оказалось, тоже не все условия были созданы. Вот граждане не устанавливали себе раньше солнечные панели на домики, на крыше, на балконы. Не было экономических стимулов, преференций, нельзя было продавать в сеть. Государство не выделяло дотаций. Сейчас, три года назад, началась программа поддержки. И цифры вообще невероятные. У нас даже их плохо люди, энергетики их плохо понимают. В поездке, в которой я участвовал, участвовали и энергетики Казахстана. Разные крупные, профессиональные эксперты, руководители. И они на встречах там говорили, вот у Казахстана амбициозные планы. Мы хотим за 10 лет 3-4-5 гигаватт возобновляемой энергетики подключить. То есть это 3-4-5 тысяч мегаватт. Ну да, типа большие цифры. Но потом оказалось, что в Германии, после того, как созданы все эти стимулы и преференции, за месяц население на балконах и крышах уже третий год подряд устанавливает по 1,5 гигаватта электричества. Это по мощности равняется одному ядерному реактору в месяц. Люди сами это делают. То есть они устанавливают за год. В прошлом году установили, по-моему, 13 или 14 гигаватт. То есть для нас это вообще невообразимые объемы. Потому что государство стало помогать, стало субсидировать. И вот солнечную энергетику, и, например, энергоэффективность зданий. В Германии любой может подать заявку, определять класс здания, его пригодность. И до 60 тысяч евро, и это должно быть там 70% от стоимости всего проекта, вы утепляете собственный дом. Я вот результаты такого утепления видел в Украине. Немецкий проект помогает там во Львове утеплять старые советские девятиэтажки. Они после такого утепления платят на 70% меньше за отопление. И еще дополнительный оказался бонус. Оказалось, кондиционеры не нужны. То есть дома после утепления, они стали пригодными в старые советские девятиэтажки. И летом на улице плюс 32, 33, а кондиционер никто не включает. Дом эффективен. Вот, к сожалению, в Казахстане пока такого нет. Приняты стандарты по энергоэффективности, нормативные акты. Проектировщики должны все это включать в проекты. Но это, к сожалению, вот не обязательно и не стимулируется. А пока денег там нету, которые можно сэкономить, но этим занимаются только энтузиасты. И все, к сожалению, массового применения нет. И нет ни наказаний эффективных, и ни поощрений. Еще один пример. Почему-то в Казахстане принято прокладывать теплотрассы не под землей, а по воздуху. И у нас во дворах между многоэтажками очень некрасивые, страшные трубы такими вот змеями. Но якобы объяснение. Земля у нас промерзает очень глубоко, на 2 метра зимой. Поэтому в случае ремонта так легче ремонтировать. Ну, конечно, огромные теплопотери. Это там, где есть теплоизоляция, они огромные. А мы примерно прикинули, у нас в городе несколько километров вообще голых труб, без всякой изоляции. Вот на улице зимой минус 20, труба 70-80 градусов. Мы посчитали с помощью друзей энергетиков. Каждый метр этой трубы в час примерно 2-3 киловатта излучает. То есть по городу теряются десятки мегаватт тепловой мощности. Никто не теплоизолирует. Одновременно не хватает тепловой энергии. И поставщик отказывает новым потребителям коммерческим. Говорит, нет у нас тепловой энергии. Не изолирует. Выгодно жечь, выгодно копать уголь, выгодно ничего не делать. Поэтому, вот к сожалению, да, на бумаге у нас все приготовлено, но вот эти механизмы, они с собой не сцеплены. Все эти шестеренки у нас пока крутятся отдельно. А это потому, что на самом деле это говорит об отсутствии реального политического решения. И это во многих наших странах. То есть мы перенимаем какие-то передовые мировые практики номинально, а по факту мы их потом не выполняем, потому что мы немножко их имитируем. Поэтому тут, когда мы говорим про образование, мне кажется, надо больше идти к тому, что людям не про энергоэффективность, а вообще про их роль. Они должны сами определять свою жизнь, участвовать в политической жизни, которая у нас очень слабо развита, ходить на выборы, которые во многом фальсифицируются. Ну, в общем, пока мы сами не начнем принимать за себя решения, очень много имитаций будет. Спасибо. Спасибо большое. Раз уж я пообещала вам, что я выделю вам больше времени, пожалуйста, вы начинаете третий блок по рекомендациям. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, что нужно в первую очередь сделать для того, чтобы научить людей снизить нагрузку на энергетические системы, на бюджет, на ухудшающую экологию. Пожалуйста. Ну, вот тут логично. Спасибо, что вы мне даете продолжить. Логично завершить это рекомендациями. Ну, здесь можно разделить рекомендации на две части, на технические, технологические и, как это сказать, чтобы не говорить непонятные слова про институционализацию и менеджмент и что делать реально в жизни. То есть технологическая часть, она легко решается. Тут велосипед изобретать не надо. Надо смотреть, как эти проблемы решены в других странах. Ну, например, надо развивать сети. Для внедрения возобновляемой энергетики наличие сетей это вообще основное условие. Я когда рассказываю студентам про это, я так и говорю, электросети это вообще самый главный возобновляемый источник энергии. Потому что когда у тебя нет здесь в этом регионе нет электричества, но есть сеть в соседний регион, ты можешь просто оттуда это взять. У них там в это время избыток. И это главные условия для строительства возобновляемых источников. Они же нерегулярные, нестабильные. Ветер есть, ветра нет, солнца есть, солнца нет. В то время, когда у вас много ветра, вы можете отдать избыток этой энергии. Но вам надо куда отдать? Вам нужна линия в соседнюю область, а еще лучше в соседнюю страну и так далее. Вот то, чего сейчас Европа добилась. Они покупают, там Норвегия покупает электричество Греции, а Греция отдает излишки в Великобританию. Вот. Поэтому надо развивать сети. Потому что если без сетей просто строить гигантские ветропарки, очень часто, а некуда девать потом. А вместе с сетями надо строить и вот эти балансировочные мощности, которые, когда наступит черный день и нет ветра. А электричество надо. Это какие-то пиковые электростанции, которые на обычных источниках, на газе или даже там на дизельном топливе могут сгладить эту нагрузку. Они тоже способствуют внедрению возобновляемой энергетики. Это вот про технологию. С этим все понятно. А вот конкретно, как изменить жизнь общества, людей, бизнеса, чтобы это действительно пошло, тут вот надо смотреть на деньги. Вот. Какие условия деньги понимают иногда лучше, чем даже сами люди. Вот у меня такой пример. В Казахстане по-прежнему угольная энергетика, генерация, все наше электричество угольное. Но я как-то заметил и потом начал считать, собирать информацию. За последние 20 лет ну лучше за 10, да. За последние 10 лет объем у нас инвестиций в возобновляемую энергетику почти в 100 раз превысил объем инвестиций в угольную. Никто в угольную не вкладывает. Как-то вот бизнес и богатые люди очень четко понимают. Несмотря на все проблемы, препятствия. И нет у нас никакой очереди в строительство электростанции на угле. Вот нету. Казахстанский бизнес вообще не хочет давать на это деньги. Сейчас вот только Россия предлагает свои. А казахстанский бизнес стоит в очереди. и компания, которая у нас национальный оператор по электросетям, она жалуется, потому что у нас в неделю приносят 3-4-5 новых проектов в возобновляемой энергетике. Мы не успеваем адаптироваться, мы не можем это с такой скоростью встраивать. Вот, поэтому деньгами надо управлять. Да, чтобы управлять человеческим сознанием, как это ни парадоксально, надо управлять деньгами. Вот такие вот наивные советы. Спасибо. Спасибо большое. Женобек, пожалуйста, вам слово. Рекомендации ваши. Да. Во-первых, конечно, нужно на государственном уровне, если есть льгота, стимулирующая факторы, которые помогут бизнесу развиваться в этом направлении, они в какой-то мере изменения внесут. Мы недавно провели специальный тренинг, в рамках которого изучали стимулы и барьеры по возобновляемым источникам по энергоэффективности. И это, во-первых, на государственном уровне, что можно сделать? Мы говорили по поводу законодательных стимулов, возможностей. У нас, например, есть закон, согласно которому, если здание отвечает классу энергоэффективности B, то он может быть освобожден от налога на недвижимость до 50%. Это такие стимулы, они должны работать, и когда начнут такие возможности будут реализованы, то, в принципе, многие здания можно перевести в такое состояние. Это с одной стороны. но, с другой стороны, конечно, информирование нужно увеличивать, доводить до всех секторов, от простого гражданина до чиновника национального уровня, чтобы они понимали это и начинали в этом направлении работать. Очень много стратегических у нас планов, международных обязательств, но пока не будет связи между ними, и такой комплексный подход мы сделаем. Каждый в отдельности не даст нам результатов с одной стороны. С другой стороны, изменение климата тоже диктует определенные условия. Мы должны использовать те возможности для того, чтобы адаптироваться и улучшить ситуацию. В этом плане, конечно, если есть возможность на государственном уровне финансирования, то это была бы неплохой помощь. И такие проекты, как я говорил, это Кирсев, это ЭБР, если другие доноры найдутся, то льготные возможности финансирования таких направлений, то было бы хорошей возможностью. И, конечно, развивать нужно и отрасль от отечества в этом направлении. Новые здания, новые промышленные объекты, они должны быть, в первую очередь, ориентированы для таких направлений и должны производиться у нас оборудование, которые могут улучшить ситуацию по энергоресурсоэффективности. Я думаю, это все направления одновременно, комплексы только могут дать возможность улучшить эту ситуацию. Я выделяю, наверное, такое направление. На нормативно-правовом уровне законодательном улучшении должно быть. Есть хорошие законы, о которых я перечислил, но нормативно-правовые акты, механизмы должны быть для того, чтобы они реально начали работать. Если у нас в ближайшее время будет принята зеленая таксономия, которая будет охватывать многие направления, энергоэффективность, энергосбережение, энергоэффективное строительство, туризм, сельское хозяйство. И я думаю, в этом направлении у нас только должны сделать все условия для того, чтобы, в первую очередь, энергоэффективность была в первом плане по улучшению ситуации по изменению климата и уменьшению выброса углекислого газа. Мы должны тоже принять во внимание, потому что, несмотря на то, что электроэнергия у нас зеленая, у нас в больших городах, вы, наверное, слышали, у нас смоги наблюдаются. Поэтому вот эти вызовы мы должны принять решать. Я по всем отраслям отдельно не буду останавливаться, но я, наверное, думаю, есть программы, стратегии, которые на начальном этапе приняты, и мы должны создать условия для того, чтобы она была реализована. Конечно, мы должны доводить информацию до каждого жителя, когда каждого владельца дома и оборудование, которое используется. И у нас очень много мелких, средних и больших бизнесов, они тоже должны быть хороши информированы для того, чтобы улучшить эту ситуацию, уменьшить потребление энергии, и в то же время обращать внимание на энергоэффективность. Когда есть у нас излишек энергии, мы можем поделиться с соседями. Если не хватает, мы должны покупать у соседей. Это давно принятая норма. К сожалению, мы потеряли союзное время, принятую норму, когда мы делились ресурсами, которые у нас были, водноэнергетический комплекс, который был в Центральной Азии. Мы, наверное, когда-то, мы должны к этому вернуться и уже на другом уровне. Излишки энергии мы, конечно, можем продавать, но в то же время должна быть возможность с ними делиться. Ну, я думаю, кратко так, наверное, до этого перечислил многие возможности, которых мы используем. Спасибо большое. Очень важные вещи вы говорите о том, что нехватка координации между странами и между регионами, она, конечно, очень тоже сильно сказывается. Наташа, пожалуйста, ваши рекомендации, что необходимо делать в первую очередь. Ну, и в долгосрочном периоде. Да, как сказали коллеги уже ранее, у нас на самом деле есть очень хорошая законодательная база. Надо сосредоточиться над исполнением ее, над реализацией всех нормативно-правовых норм, стандартов, которые, в принципе, уже давно приняты, давно известны, но, к сожалению, их принятие на его сильно хромает. Поэтому нужно государственным структурам, соответствующим правильным министерствам заняться этим вопросом. Что касается, конечно, промышленных, промышленности вообще, то у нас немножечко, мне кажется, бизнес не настолько прокаченный, не настолько прогрессивный. Вот, как сказал Дмитрий проказахстанский бизнес, поэтому у нас переход и вообще инвестирование в возобновляемые источники энергии, касаемо индустриализации промышленности, она, к сожалению, пока еще тоже очень слабо развита. Вот, поэтому нужно, наверное, больше показывать на самом деле экономических выгод, почему они должны переходить, что, какие тенденции в мире идут, где эта область инвестируется и где это, ну, находит отклики, конечно же, и в государственной политике, и в государственных амбициях по сокращению парниковых газов. Вот, это как бы такие глобальные сектора, но у нас конкретно, да, нужно что-то принимать какие-то меры по нашему строительному, строительной сфере, где, к сожалению, потери и расходы идут просто колоссальные, и мы просто не можем никак остановить вот это некачественное строительство некачественного жилья, и мы все прекрасно понимаем, старый жилой фонд уходит, хотя он, в принципе, Душанбе у нас не такой уже старый, да, вот, приходит взамен новый, и мы начинаем расходовать огромное количество электроэнергии, вот, у нас, к сожалению, до сих пор нету обеспечения даже в столице тепловой энергии, поэтому для нас это сфера строительства некачественного жилья, где мы сейчас плюс 50 летнее время, мы тоже не можем выживать в этих каменных джунглях, то есть как-то надо ужесточать прием именно новых жилых зданий. отдельно хочу пару примеров привести, вот сейчас большие крупные международные организации, они начали плотно заниматься энергоаудитом, и это очень хороший пример, да, то есть они полностью делают проверку тех своих зданий, цехов отдельно, помещений, офисов и так далее, это очень хороший пример, то есть они начинают соблюдать свою социально-экологическую политику, да, появляются такие стратегии и в других частных коммерческих предприятиях, это очень хорошо, мы должны об этом писать, мы должны об этом говорить, мы должны показывать хороший пример в виде таких компаний, которые этим занимаются, и вообще энергоаудит крайне необходим, я думаю, что даже школьников можно знакомить с таким классным примером, как, например, сделать энергоаудит в своей классной комнате, не говоря уже, конечно, о больших компаниях, где рекомендации по огромному сокращению расходов, и мы все должны такие примеры как бы описывать и рассказывать, почему это хорошо, почему мы должны эти рекомендации по энергоаудиту соблюдать. У нас вот был хороший пример именно работы с Минтрудом и Минобразованием, когда несколько экологических организаций они попытались внедрить некоторые изменения, вот у нас, например, дают профессии строитель, плотник, да, вот курсы профподготовки, и не хватает, у нас, мы все прекрасно знаем, да, кризис с мигрантами, люди вынужденно уезжают зарабатывать, к сожалению, уровень образования не очень хороший, вот попытались внедрить такую профессию, как не просто строитель, а энергоэффективный строитель, то есть, чтобы нашим парням, да, вот мальчикам давали более, ну, как бы, современные знания, да, то есть, какие материалы используют в строительстве, какое освещение, стандарты, что такое там, тепловизор, люксметр и так далее, то есть, вот таких вот, казалось бы, да, элементарных знаний, когда вот ребят получают новую профессию, их нет, вот есть специальные модули, есть специальные тренера, вот нужно давать такие корочки, чтобы у нас, наша молодежь уже была подготовлена, прокачена и на рынке труда имела, соответственно, спрос как в своей стране, так и в других странах, ну, и, конечно же, я уже говорила об улучшении рынка энергоэффективных товаров и оборудования, с этим надо работать, нужно, как бы, вот как за фокус-группу взять наших поставщиков, которые занимаются привозом, да, таких технологий из Китая, из России, из других стран, и вот как бы насытить этот рынок, сделать его на самом деле качественным, разнообразным, чтобы у нас был выбор, вот, чтобы мы знали, что покупать, что есть хорошо и качественно, и если мы даже немножко потратимся сейчас, то мы знаем, что в долгосрочной перспективе, например, это оборудование или освещение, оно себя скоро окупит, вот, ну и отдельно в сельской местности хочу сказать, что так как у нас очень сильно население использует уголь и вообще не только уголь для того, чтобы готовить и отапливать свои домохозяйства в горных регионах, да, очень сильно идет вырубка растительности, из-за этого огромная деградация земель вокруг, и туда мы прекрасно знаем, скорее всего, не будут протянуты электросети, да, это нерентабельно, очень удаленные кишлаки у нас есть, это там отдельная у нас проблема, закупать им в грид-системы солнечные какое-то оборудование достаточно дорого, у населения нету такой, ну, таких денег, да, таких средств, поэтому отдельные технологии, энергоэффективные печи, отдельная подготовка мастеров, которые будут учить, как утеплять домохозяйство в таких удаленных регионах, да, такие местные мастера, которые знают, как из местных материалов сделать хорошее качественное утепление, какие печи заменить и так далее, вот это очень важно, то есть сельской местности нужно работать отдельно по другим программам. Спасибо большое. Большое. Наргиз, вам слово, я вижу, в ваши руки, Дмитрий и Джоннибек, я, Наргиз, предоставлю слово вам. Ага, спасибо, я, в принципе, согласна с Натальей, потому что проблемы почти одинаковые, рекомендации почти одинаковые, но хотела бы сказать, что и у нас, как и у других стран в Центральной Азии, именно законодательная база по отношению энергии, она отличная, потому что принято, у нас есть закон развития о возобновляемых источниках энергии, также недавно, буквально 7 августа, президент подписал закон об эффективном использовании энергии, очень много подзаконодательных актов, но что хочу сказать, что чтобы снизить нагрузки на энергетические системы, бюджет и экологию, вот в условиях глобального изменения климата, естественно, нужен объединяющий усилий и государства, и бизнеса, и общества, и поэтому обязательно надо увеличивать долю возобновляемых источников энергии, развивать не только, например, строить солнечные и ветровые электростанции, но мне, на мой взгляд, это развивать и гелиосистемы, и биогазовые установки, использованные именно в домохозяйствах, и в аграрном секторе, потому что Узбекистан является аграрной страной. Кроме этого, предоставлять льготы и субсидии на установку солнечных панелей, тепловых насосов и других энергоэффективного оборудования, это есть, это предписано законом о возобновляемых источниках энергии, то есть те предприятия, которые устанавливают у себя солнечные панели, они не платят налоги до 5 лет, то есть эти льготы есть, но мне кажется, эти льготы надо расширять. Кроме этого, естественно, надо модернизировать старую инфраструктуру, внедрять теплоизоляционные, теплоизоляционные, изменяясь технологии в жилых и административных зданиях, и, естественно, стимулировать предприятие к переходу на энергоэффективное оборудование, мне кажется, это очень важно, потому что все это влияет именно на поставку энергии, на обеспечение энергии в предприятии. И вот говоря, все-таки у нас всего лишь где-то 18-18% электроэнергии добывается гидроэлектростанциями, и Узбекистан все-таки находится в зоне острого дефицита воды, что влияет на сельское хозяйство, энергетику и экологию вместе взятым, и поэтому, как говорила Наталья, у нас тоже всего лишь из 100%, 17% из всей Земли используется капельное орошение, это очень мало, и поэтому надо внедрять вот это капельное орошение и современные технологии мониторинга воды. И плюс мы знаем, что именно вот это ископаемое топливо, использование ископаемого топлива, оно очень влияет на качество воздуха, вообще очень загрязняет окружающую среду, поэтому нужно в первую очередь это разработать программы адаптации, то есть внедрять меры по улучшению вода и энергосбережения именно в сельской местности и развивать, содействовать устойчивому сельскому хозяйству. Ну, и без образования, конечно, никак, потому что без участия граждан невозможно добиться каких-то системных изменений, и мне бы очень хотелось бы, чтобы было включено именно тема энергозабережения и экологии в школьную программу. Мы сейчас боремся внедрить именно в школьную программу предметы экологии, да, и если вот этот предмет будет внедрён, естественно, там, мне кажется, будет и раздел энергозабережения тоже, и проводить мероприятия общественной компании, чтобы привлечь внимание населения к проблемам изменения климата и необходимости экономии энергии, без этого никак, потому что именно такие компании как бы пробуждают совесть населения и чтобы для снижения нагрузки на энергосистеме бюджета и экологии необходимо привлекать вот именно общество к решению экологических проблем. Вот я постаралась быстро. Спасибо большое, Наргиз. На самом деле, когда вы начинаете говорить, я не хочу вас перебивать, но у нас очень ограниченное время и в то же время вот в это вот в это сжатое время вы даете очень много информации и спасибо вам огромное за это. Дмитрий, вы первым подняли руку, пожалуйста, говорите. Включите звук, пожалуйста. Нет, у вас микрофон выключен. Включите. Ага, вот теперь есть. Я поднял руку про экологический аудит. Не хочется разочаровывать Наталью, ну, тогда хочу просто предупредить по-дружески. В Казахстане экологический аудит стал обязательным больше десяти лет назад, точно не помню. и мы очень хотели им в том числе заниматься. Собирали специалистов, понаходили приборов, вот уже вот-вот покупать. А потом что-то у нас не было денег, отложили мы это на год-два. И весь этот рынок и вся эта потребность, вся эта обязательность за этот год-два абсолютно, как это правильно сказать, девальвировала, страшно наступила у нас инфляция. На рынок вылезли десятки фиктивных фирм, которые не делают никакого аудита, которые обязательны. Цена выполнения упала в десятки раз. Сейчас можете представить, сделать аудит какого-нибудь предприятия небольшого или университета, или еще чего-то. Иногда за это берут 200 долларов. Вот за эти деньги они даже туда и выехать-то не смогут. Просто рисуют этот отчет, его потом никто не сверяет, не проверяет, кладут на полочку и соответственно и рынка этого нет, и услуг нет, и все эти цифры они все фальсифицированы. Поэтому на самом деле вот я вчера встречался, у нас есть институт развития энергосетей и энергосбережения. И они говорят, что даже на самом верхнем теперь государственном уровне нет достоверных данных вообще о энергопотреблении, энергоэффективности, и регулярно новое какое-нибудь здание построено, якобы по каким-то стандартам, проект отличный, приносят энергоаудит отличный, а потом смотрят на фактическое их потребление и оказывается, что оно выше, чем у старых зданий, которые были до этого. То есть тут ужасно как это легко оступиться. Вам нужно очень сильно мониторить, что это за аудит, аудит ли это, насколько он настоящий, в общем, бороться с достоверностью этих данных. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Бек, вы тоже понимали. Да, я хотел добавить, как раз Наталья напомнила по поводу энергоаудита и возможности энергосертификации. Я какой-то мере не согласен с Дмитрием по тому, что энергоаудит, энергоэффективность, энергосертификация это один из законодательных или норм, которые обязывают людей исполнять те обязательно законодательные. Например, класс энергоэффективности завершенного здания, как мы можем определить, как мы можем знать, строительная компания выполнила свои обязательства и это здание на один квадратметр потребляет всего лишь 42 киловатт часов энергии. На самом деле мы проводили энергоаудит более 500 в зданиях и они показывают больше 200 киловатт, 150 киловатт это много и в рамках наших энергоаудитов мы сделали много общественных зданий, наверное, где-то около 50 зданий школы детских садов и больниц были перестроены, реновация произошла там и мы результаты увидели от 40 до 60 процентов энергоэффективности. То есть это хороший результат и мы за последнее время тоже в этом направлении ведем работу есть у нас группа специалистов энергосертификации, которые будут эти работы выполнять, мы хотим в этом направлении дальше вести работу, чтобы их количество было много и все здания новые, которые завершаются или реновируются, они должны отвечать требованиям энергоэффективности. Я вот это хотел отметить, что это в законодательном уровне, если принят, то мы должны дать возможность его реализоваться и я думаю это тот путь, с помощью которого мы можем изменить ситуацию энергоэффективности в наших зданиях, промышленных объектах и по расчетам экспертов 4, 3, от 3 до 3,5 миллиард киловатт часов энергии, которых зимой не хватает, мы можем добиться только через перевод всех зданий коммерческих и жилых можем найти дефицит энергии. В этом плане я вот это хотел добавить с Англией. Спасибо вам большое за предоставленную возможность. Спасибо большое, уважаемые эксперты, уважаемые участники. Вот я вижу, Наталья Друзь подняла руку, но, к сожалению, мы уже на 5 минут забираем зум у наших коллег. Извините, можно я только извините, пожалуйста, я не собиралась выступать, и вообще я первый раз на вашей платформе. Я не являюсь ни организатором, ни соорганизатором этого мероприятия. Ну, можно сказать, случайная птичка залетная. Но я что хочу сказать, я была первым директором Казахстанского центра энергосбережения. И вот, может быть, Жанебек знает, что в наших странах, в Киргизии, в Казахстане работала норвежская фирма Энси, которая принесла в наши страны вообще понятие энергоаудит зданий, принесла софт для расчета, значит, для подготовки отчета по энергоаудиту и так далее. Вот, не работала эта программа в Узбекистане, это Джекистане, насколько я знаю. Это было сделано в 2003 году, в 2005 году, и норвежцы очень много, фирма Энси, Energy Saving International работала и по созданию кадров в Казахстане, по крайней мере. Вот, может быть, возобновить этот процесс? Я не знаю, сейчас не веду мониторинг, но в Казахстане есть организации, которые занимаются энергоаудитом. Вопрос, конечно, качества энергии, это отдельный вопрос, и перед НПО нужно, как бы, тоже вот дверь приоткрывать и осведомлять, что, да, я сама видела совершенно некачественные энергоаудиты, но есть, как бы, и нормальные. Все, видимо, потому, что нет ни мониторинга этих энергоаудитов, ни нет оценки качества. Вот этот вопрос нужно обязательно поднимать. Вот, ну, а Дмитрию могу сказать, что, Дмитрий, насколько я знаю, в вашем городе, Караганде, работает прекрасная фирма Эргономика. Вот, я так думаю, что они и сами живут в энергоэкономичном здании, по крайней мере, жили, вот, и сохранили какой-то штат, ну, людей обученных и, как бы, имеющих возможность проводить энергоаудиты зданий. Вот, ну, это, извините, я высказалась, забежала, что называется. И вам огромное. Но это очень, да, очень-очень такая для меня, как сказать, ну, я провела в этом центре четыре замечательных года. Потом программа, как все иностранные и международные программы, она закончилась успешно. Вот, а что дальше было, я не мониторю. Да, спасибо. Мне очень нравятся вот эти экспертные встречи, именно заинтересованностью, большой заинтересованность аудитории, которая нас, хотя она не очень большая, но зато она такая активная. Спасибо огромное. Дмитрий, вы хотите ответить? Одну минуту, пожалуйста, мы уже очень много времени заняли. А нет, я просто поднял большой палец, спасибо за комментарий, рад слышать. Просто его не убрали. здравствуйте, Дмитрий. Я благодарю наших уважаемых экспертов, я благодарю всех участников этой встречи и напоминаю, что сегодня с нами на связи были эксперты из Казахстана Дмитрий Калмыков, из Бишкека Дженебек Колумбетов, Наталья Идрисова из Таджикистана и Наргиско-Симова из Ташкента. Модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова, а больше аналитических материалов по этой и другой темам вы можете найти на нашем аналитическом портале по адресу тройное W.kabar.azia. Спасибо огромное, вам успехов, я надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо огромное, коллеги, до свидания. До свидания, спасибо большое. Рад вас всех видеть, слышать. Счастливо. Всем спасибо большое, да, и удачи, и продолжение этого благородного дела. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин